И посвящен доклад участию Юрия Крижанча в подготовке посольства во главе с Николаем Спафариевым в Китае в 1675-1778 годах. Хорват по происхождению, выпускник папско-греческого коллегии святого Афанасия в Риме, Юрий Крижанч приезжает в Россию в 1659 году ко двору царя Алексея Михайловича. Владея немецким, латинским, греческим и славянскими языками, он желает стать придворным переводчиком и советником царя. Однако всего через год он был сослан в столицу Сибири, город Тобольск, за, как он позже сам писал, некое глупое слово и провел в ссылке 15 лет. Но это время для него было чрезвычайно плодотворным. В Тобольске Крижанч закончил начато еще в Москве, работая над своими лингвистическими изысканиями. Он также внимательно изучал доступные ему в Тобольске книги по истории и политике, общался с многочисленными ссыльными или проезжими людьми, путешественниками, которые останавливались в Тобольске, изучал особенности жизни представителей разных народов, живших в Сибири. Во время Тобольской ссылки Юрий Крижанч написал недошедшее до нас сочинение, где изложил свои мысли о принципах возможной торговли с Китаем. Несмотря на то, что нам неизвестна судьба этого труда, в Москве с ним, по всей видимости, все же ознакомились, о чем становится известно со слов самого Крижанча в его письме к московскому купцу Афанасию Андреевичу Осколкову. Более того, есть основания считать, что некоторые положения из этого сочинения были учтены в разработке задач русского посольства в Китай, которое было отправлено в 1675 году через город Тобольск. Государев посол в Китае Николай Спафарий по прибытии в Тобольск со слов самого Крижанча ни единого обеда, ни вечера без него не ел. Содержание этих ежедневных бесед, как и имя Юрия Крижанча, в отписках посольства Москвы отражено не было. Однако сам Крижанч пишет о Николае Спафарии сразу в нескольких своих сочинениях. Это, во-первых, уже упомянутое письмо к Осколкову, написано в том же 1675 году, где Крижанч достаточно подробно описывает еще недавние события визита Спафария в Тобольск. Во-вторых, это Челобитная на имя царя Федора Алексеевича, где Крижанч перечисляет свои работки, то есть заслуги перед царем, и в том числе говорит о помощи Спафарии. И, наконец, пару слов об этом посольстве написано в повествовании о Сибири, которое было написано уже после отъезда Крижанча из России на латинском языке. В чем же заключалась помощь Крижанча Николая Спафария? Во-первых, Крижанч перевел ему книгу Нейгуфа о голландском посольстве в Китай, изданную в 1666 году в Амстердаме и специально выделенную для нужд Спафария посольским приказом. Написанная на немецком языке, эта книга содержала ценные сведения о Китае и, что оказалось особенно важным во время пребывания Спафария в Пекине, сообщала о особенности церемониала при приеме послов у китайского императора. До перевода Юрия Крижанча русский посол не мог ознакомиться с ее содержанием. Однако во время трудных переговоров с китайскими придворными он уже неоднократно апеллировал к тем сведениям книги, которые описывали прием голландцев при дворе Цинского императора и что отражено в многих местах статейного списка русского посольства. Во-вторых, Крижанч переписал для Николая Спафария свое сочинение о китайском торгу, в котором, по его словам, издавна об китайских делах изо всяких повестей собирал, а наипаче от себя по философии придумал. Как уже говорил свыше, текст этого сочинения до нас не дошел, однако можно предположить, что идеи, изложенные в этой книге, были отражением тех мыслей, которые были высказаны Крижанчем в других его сочинениях. Так, в «Политике» Юрий Крижанч говорит о необходимости государственной царской торговли с восточными соседями, в том числе и с Китаем, и о важности устроения торжища в Даурии, то есть в непосредственном соседстве с китайскими владениями. К тому времени косвенная торговля с Китаем, прежде всего через бухарских купцов, уже была достаточно развита, и в Тобойск стекались китайские товары, ткани, драгоценные камни, специи. Однако Крижанч наставила на установление именно государственной торговли с Китаем как более выгодном для государства деле, так как, как он сам пишет в повествовании о Сибири, бухарцы обманывают удивительным образом несведущих и неосторожных покупателей. О содержании этой государственной торговли Крижанч также пишет в «Политике». Необходимо закупать золото, серебро, драгоценные камни, специи, пряности, сукно и шелка, а также различные поды фруктов и орехов. Именно эти товары были перечислены в наказной грамоте, составленной посольским приказом для посольства Спафариев в Цинскую империю. То есть и составляли содержание предполагаемо московскими властями будущей торговли с Китаем. И можно предположить, что данная наказная грамота была написана в том числе и под влиянием сочинений Юрия Крижанча. Несекретна была для Крижанча и жесткая политика китайских властей по отношению к иностранным посольствам. В политике он ставит в пример подобные предосторожности китайского правительства, которые далеко не у всех пришедших к ним иностранцев допускают за Великую Китайскую стену и легко прогоняют прочь неугодных. Спафари, как указано в статейном списке его посольства, был осведомлен о подобных особенностях приема иностранцев в Китае, как по сведениям посольства Байкова. Также, безусловно, много было подчеркнуто, как мы указали выше, из книги Нейгофа о голландском посольстве. Однако, несмотря на все усилия Николая Спафари, в полемике с китайскими придворными, он не смог переубедить их сделать изменения в унизительном для посла церемониале, роняющем честь российского государя, и что и составило одну из причин неуспеха его посольства. Еще одной важной заслугой Юрия Крыжанища, которую мы находим в его письме к Осколкову, было указание наилучшего пути в Китай. Изначально предполагалось, что Спафари поедет путем уже известного в Москве по посольствам Федора Байкова и Сейкула Аблина. Этот путь шел от Тобойска по Иртышу и далее через Монгольские степи, и был не только длинным, занимал почти три года, но и очень тяжелым физически. Однако, прибывавшие в Москву послы от калмыцких тайшей заверяли Алексею Михайловичу в своей верности и готовности помочь государевым людям, проходящим через их земли в Цинскую империю. В Тобойске по приезде Николая Спафария воевода Салтыков собрал русских служилых людей и приезжих торговых бухарцев, чтобы допросить о наилучшем пути в Китай. Из служилых людей сообщили Спафарию, что тот путь ныне зелоопасен из-за разбоя и вражды этих самых калмыцких тайшей. По словам Крыжанища, Спафарий долго колебался с выбором дальнейшего пути своего посольства, однако Крыжанищ убедил его ехать другим, более безопасным путем, который местным ездовший, а временем кратший, а приходящим по ним не бояйтесь никого же, кроме единого Бога. Спафарий приял совет Крыжанища и тем самым открыл новый путь в Китай через Нерчинские и Аргунские остроги. Подробнейшим образом описав свое путешествие по Сибири и далее в Китай, Николай Спафарий дал возможность с будущим путешественникам и купцам более быстро и безопасно добираться до Китая. Таким образом, Хорват Юрий Крыжанищ сыграл важную роль в подготовке посольства Николая Спафария в Китае. Он предоставил русскому послу ценные сведения о посольстве Нейгуфа 1655-58 годов, также рукопись своего сочинения о принципах торговли с Китаем, содержание которого было по меньшей мере созвучно позиции московских властей, а по мнению Белокурова было отражено позже в сочинениях Николая Спафария о Китае. И, наконец, Юрий Крыжанич помог с выбором наилучшего в тех обстоятельствах пути для русского посольства в Цинскую империю, что позволило благополучно совершить его в более краткий срок. Спасибо. Есть ли какие-то вопросы, коллеги? У меня вопрос такой. Роль Юрия Крыжанича, конечно, несомненно в развитии и России, и российско-хорватских в данном случае отношений. Все-таки до сих пор стоит вот такой вопрос. Может быть, какие-то все-таки есть изыскания или предположения, может быть, версии совершенно, так сказать, неподтвержденные? Почему все-таки сослали в Сибирь? Безусловно, одним из факторов было то, что он был католиком и отказывался принимать православие. Это, безусловно, вызывало подозрения, и те иностранцы, которые работали в России в то время, они, если они добивались каких-то высоких послов, они принимали православие. Вот то, что было такое несоответствие в его расповедании, конечно, сыграло огромную роль и вызывало большие подозрения в отношении к Крыжаничу, и поэтому, возможно, это была какая-то постановка, то есть, возможно, его специально, как сам писал Крыжанич, напоили и заставили говорить неугодные вещи про царя. А, возможно, действительно, Крыжанич немножко неправильно оценивал то положение, которое было в то время в московском государстве, и сам допустил некоторые такие слова, за которые его потом сослали. Но, безусловно, не только неугодные речи про царя были причиной, а скорее вот его такой как бы бэкграунд его католический. Это подтверждённая как бы, уже есть такая версия? То есть подтверждённое исследование? Нет, точно в сведении о причине ссылки к Крыжанищу нет. Есть только вот некоторые такие размышления по этому поводу. И, следственно, свидетельство самого Крыжанища о том, что за некое глупое слово сослали. Благодарим вас. Ещё, может быть, какие-то комментарии, коллеги? Благодарим вас. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова